Сквозные трещины в домах и рухнувшие потолки. В Рязани существует много жилых зданий, которые не отвечают общим стандартам. Люди прожили там почти всю жизнь, и условия за все это время никак не изменились. Притом, проблемы у этих домов всегда одинаковые. Зимой холодно, а летом жарко. Горячей воды чаще всего нет. Но в пустом царстве мертвых домов недавно замаячил луч света. 27 июня временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области дал поручение министру строительного комплекса региона подготовить и представить справку по всем проблемным объектам строительства, в том числе касающимся переселения граждан из аварийного жилья. На следующий день, 28 июня, на сайте госадминистрации появился список всего из 8 аварийных домов нашего города. Цветной бульвар, Третий Новополоский проезд, Веденская, Праволыбецкая, Свободы, Михайловское шоссе, товарный двор и поселок Мехзавода. Дома на этих улицах – это угрюмые стены. Территория у них давно заросла кустарником. Так, например, на улице Веденской деревянное здание уже покосилось. Окна на нем забиты фанерой. Назвать это место домом язык не поворачивается. Сложно поверить в то, что в таком месте живут люди. Дом 92 на улице Свободы также жилой. Федор Чианарик переехал сюда всего 6 лет назад. И уже тогда жить в нем было невозможно. Дом старый. Все уже дома уходят, двери заклинивают и, наверное, крыша тоже смещается. Но, к сожалению, в эту программу не попали другие дома, о которых рассказывала наша телекомпания. И которые находятся в таком же плачевном состоянии. Так, например, шлакоблочные дома на улице Молодцова так и останутся жилыми. А разрушающиеся на глазах здания на улице Щедрина продолжат стоять на своем месте. Признать эти дома аварийными не так-то просто. Есть один нюанс. Это программа переселения, которая является долгосрочной и появляется каждые 3 или 4 года. Но сейчас есть новая проблема. Вопрос, он повис в воздухе немножечко. У нас и межведомственная комиссия тоже в своей работе не знает, как правильно людям объяснять эту ситуацию. Объясняем тем, что, конечно, нужна какая-то ясность. Нужно дождаться принятия программы с 18-го года и далее. Сейчас ее просто нет. Пока нет точного срока, когда именно появится новая программа по переселению. И теперь жителям всех непризнанных аварийных домов остается только ждать.